Где-то до 2080-2090 года. А там будет интересный момент, там будет переход, ну в районе 260 года у нас будет переход уже в седьмой технологический уклад. Пока это биотех, пока это программирование на естественных языках, искусственное мышление, ну то есть... То есть это уже в этом веке? Неизвестно, это уже в этом веке мы не знаем только, как оно будет, потому что, например, до года 2012-2013 очень многие считали, что биотехнологии, они войдут уже в шестой технологический уклад. Их там нет. То есть что будет дальше, не знаю, посмотрим. Плюс мы должны понимать, что там у нас будет появляться такая вещь, как изменение мышления человечества. Сейчас мы живем в релятивистском, позитивистском мышлении. Последовательно, постепенно все идет. А там мы выйдем уже на уровень мышления, когда кот одновременно жив и одновременно мертв. И это как? А понятия не имею. Я туда не лезу просто потому, что... Ну, если я туда полезу, то тогда я перестану понимать и что-то делать здесь. Потому что это изменение восприятия. Да, там будет и квантовые эффекты перейдут в обычную жизнь. Вот это реально футурология. То есть я не футуролог, я геостротек. Что там будет, плюс там вполне возможно откроется такая интересная вещь, как выход за пределы Солнечной системы. Вот я как раз, вы прям все время начинаете. Как раз хотела сказать о том, что вы вот в этих сценариях ничего не говорили о колонизации планет, о каких-то базах. У нас же даже сейчас Роскосмос собрался, и на Луне базы строить, и на Марсе будут яблониц вести, но это уже давно. Как с этим у нас направлением? Ну, лететь надо дальше. Смотрите, ситуация какая. Выйти за пределы Солнечной системы, это значит преодолеть сверхсветовой барьер. То, что он не будет преодолен в ближайшие поколения 3-4, ну, с громадной вероятностью, а вот дальше уже, скорее всего, будет преодолен. Потому что человечество каждый раз, доходя до какого-то предела, его проламывало. Учились плавать на континенты, на соседние, в космос выходить. Не верю я в конечность бытия. То есть, система должна развиваться, как бы это уже более глубокий замысел. Но я не думаю, что раньше, как раз в 2080-90-го года это произойдет. Космос будет, космос будет одним из элементов развития технологий. Это будет локомотив. Словно говоря, вот как раз то, что мы сейчас, шестой уклад, это будет развитие космоса, но развитие космоса, ну, в пределах Марса, может быть, до Юпитера. Будут попытки создания баз на планетах автономных. Это вот будет уже вот в этом технологическом укладе. То есть, это до 60-го года, ну, в районе 40-го года прогнозируется, что будут построены ядерные реакторы. Посмотрим. То есть, расстояние уменьшится, и будем смотреть по поводу автономных баз. Потому что, ну, на 2040-й год, по самым оптимистичным прогнозам, начало функционирования уже космического лифта. Ну, дай бог. То есть, это будет интересно. Центры космические будут соответствовать центрам пан-регионов. Ну, как бы, это будет некое соревнование, причем соревнование очень интересно. Да, и все-таки, кто первый будет? Есть ли какие-то предпосылки? Здесь не важно. Здесь не важно. Здесь не важно. Здесь не будет чего-то такого, что даст потрясающий эффект именно вот с точки зрения самого эффекта. Это будет мультипликация. То есть, грубо говоря, один рубль вложенный в космос, он по всей экономике будет давать десятки рублей занятости. Плюс мы не должны забывать, что, например, если мы делаем такую вещь, как автономные станции в космосе, построить станции на дне океана или в Арктике для нас не будет никаких проблем. То есть, мы решаем под спудом и будем решать многие задачи, которые кажутся нерешимыми. То есть, чем более серьезные стратегические цели мы ставим, тем проще нам будет решать задачи, которые им будут сопутствовать. Поэтому космос будет, космос будет обязательно. Американцы несколько лет назад активно запустили эту тему, то есть, опять началось возрождение научной фантастики, опять пошли книги и фильмы про космос. То есть, романтика космоса, она появляется. Ну, дай бог. Ну, да, ведь освоение космоса – это не только база, как вы сказали, в океане у нас на Земле, это в том числе еще и борьба с перенаселением и, наверное, с исчезновением полезных ископаемых. В этом веке нет, ну, сколько мы можем вывести туда человек? Ну, представьте, даже если тысяча человек будет жить под куполом. А сколько нужно ресурсов на строительство этого купола? А полезные ископаемые какие-то? А какие полезные ископаемые будут стоить вот все это топливо, которое будет туда сжигаться до построения лифта, а потом вот-вот обратно? То есть, нет, я думаю, там должно быть что-то такое, чтобы окупалось. Нет, то есть, пока вот это не трогаем, это больше именно мультипликатор роста. Плюс мы не должны забывать, что сейчас космос, это люди улетают туда на максимум год-два, возвращаются больными от радиации и прочих сопутствующих вещей. Когда мы сможем строить базы космические, там, на планетах, на астероидах, не знаю еще где, на которых смогут рождаться дети и вырастать, вот это будет уже качественный скачок. Пока до этого далеко, очень далеко, даже понимания нет, как это все делается будет. Но это как бы уже будет, вот где-то до 2010 года будет создание баз, а дальше мы будем смотреть. Но я не думаю, что мы выйдем за пределы Солнечной системы вот до конца века. А там начинается интересный момент, там у нас появляется новый сценарий, гиперборея, мы титаны, мы наследники титанов, первопроходцы. То есть, этот сценарий частично он начнет открываться, когда мы будем разбираться с Африкой, потому что те самые подходы, те самые принципы, которые мы будем насаждать, оно будет идти через этот сценарий. Но максимально он разовьется уже, когда мы пойдем в космос. То есть, это сценарий, вот это уже сценарий квантового мышления. Ну, наконец века, да? Это квантовое мышление. То есть, вряд ли мы откроем этот сценарий раньше 80-го года. Потому что это будет уже абсолютно другое человечество, абсолютно другие подходы. Вот там, да, вот там будет кто первый, тот уже будет много счета выиграл. Это будет абсолютно другой переход. Так что будем посмотреть. А что касается Антарктиды, вы начали ее? Ну, с 50-го года и начнется борьба за ее ресурсы. Льды уйдут, соответственно, скроются полезные ископаемые. Начнется вооруженное противостояние. Кого с кем? Всего мира. Кто в тот момент будет... Все по чуть-чуть. Кто будет в тот момент силен, тот и будет пытаться урвать куски. А как иначе? Система международная рассыпется. Все будет интересно. Да, я не сомневаюсь. Доживем, посмотрим. Надеюсь, что доживем. Надеюсь, что посмотрим. Продолжение следует...